новобранцам первые шаги в сторону своего инструмента нужно делать в обычной посадке почему потому что в поле зрения очень хорошо попадает левая рука и мы можем проконтролировать все параметры необходимые для выполнения классического хвата которым мы пользуемся 90 процентов времени но также важный визуальный контроль над правой рукой и в этой посадке проследить за пальцами правой руки очень тяжело потому что приходится разворачиваться грубо говоря сидеть как улитка в классическом хвате проследить за работой правой руки гораздо проще нам достаточно просто опустить глаза и увидеть как работает наш става и каким местом мы извлекаем звук под каким углом и какие звуки при этом получается все это можем проанализировать легко если говорить о игре стоя мне обычно удобно располагать инструмент впереди корпуса но в большинстве случаев и классическая посадка очень хорошо напоминает это же положение то есть если что-то я начал разбирать в классической посадке а потом захотел сыграть это стоит то в принципе у меня сохраняются все те же ощущения тот же самый контроль еще один плюс классической посадки заключается в том что мы убираем зависимость предплечье от постоянного касания к деке что часто у нас приобретается во время игры в обычной посадке и это особенно вредит если мы играем какие-то повторяющиеся ноты на крайних толстых струнах потому что в таком положении долго мы играть не сможем и идет сильная нагрузка на запястье в классической посадке касаться постоянно предплечьем деки не получится и здесь придется предплечье подвешивать и таким образом мы нарабатываем большую самостоятельность правой руки и у нас в каком-то смысле развязываются руки в плане всяких технических нюансов игры на одной струне на крайне толстый у нас уже нету нагрузки на запястье это очень очень важный момент но обычно когда студенты пытаются сесть в первый раз в классическую посадку у них начинает куда-то уезжать постоянные инструменты они попервое говорят да ну его нафиг я что-то не могу с этим справиться на самом деле просто есть некоторые параметры которые обязательно нужно соблюсти и таким образом вы хорошо зафиксируете инструмент и даже без ремешка но все равно поначалу я рекомендую отстроенный ремень как я говорил в прошлом видео посмотрите как я рекомендую настраивать инструмент для того чтобы хорошо зафиксировать его и такая же настройка канает у нас и в классической посадке только для этого мы левую ногу опираем пяткой на ножку стула и таким образом как бы стопу ставим немножко под наклоном соответственно левая нога у нас оказывается выше и инструмент был у нас просто подвешен а так мы ищем дополнительную основу даем корпус у нас прямо и при этом мы его выдвигаем чуть-чуть вперед ноги у нас изначально немного совсем чуть-чуть врозь здесь не надо их сильно вот так вот раздвигать в разные стороны то есть для того чтобы нижняя часть деки могла пролезть лишнего не надо иначе нас инструмент будет очень плохо фиксироваться будет болтаться то есть как бы ногами снизу вот я обнимаю инструмент дальше стоит обратить на пуговку с тыльной стороны деки она должна упираться чуть ниже шва вашей штанины джинсов скажем таким образом у нас получается гриф под наклоном мне если честно да я играю стоя очень нравится когда инструмент располагается как бы наискосок то что я вижу у алана карна у жакова пасториуса фли тот же самый он вешает таком положении инструмент только он у него практически на коленках но мне нравится вот визуально когда инструмент в таком положении находится теперь стоит обратить на то где у нас должен приземляться инструмент почему выкатывается зачастую инструмент сюда потому что его пытаются прям просто поставить самое начало бедра и это неправильно он у вас таким образом с этой стороны будет постоянно съезжать отмеряем треть бедра а можно даже половину и ставим инструмент таким образом противоположная сторона у нас как раз располагается практически у самого угла ну скажем у паха и пуговицы упираем то есть она будет где-то вот как раз располагаться как я сказал ушла и когда мы установили инструмент на ноги я напоминаю мы корпус выдвигаем слегка вперед и также вот этот уголок да и в целом вообще корпус слегка наклоняем на себя то есть нижняя часть сейчас ближе к вам верхняя часть ближе ко мне таким образом мы облокачиваем инструмент вот этой . почему не вырезан потому что будет большая нагрузка на левую руку неудобно контролировать соответственно будет нагружаться плечо если мы пронаблюдаем за работой вас гитаристов которые играют классической посадки это яна гвездала эдрин ферро длин ли март они как раз вот таким методом располагает инструмент зачастую обратите на это внимание на каких-то видео где они играют на выставке нам или какие-то их личные видео с канала вы увидите как раз вот такую посадку и это связано с тем что работа левой руки очень легко начинает контролироваться и можно дотянуться до первых позиций и в принципе нет какой-то лишней нагрузки на плечо потому что если мы вырезан будем облокачиваться вот на грудь то есть уже я чувствую легкое напряжение в плече это с опытом я могу контролировать эту нагрузку а начинающему еще тяжелее он тут же начинает натягиваться весь поэтому облокачиваем вот этой частью и легко подходим то есть нам не придется оттягивать плечо назад это очень важный момент чтобы научиться сидеть в классическом положении я бы рекомендовал переходить постепенно то есть вы играете допустим в обычной посадки позанимались и на пару минут как передышка перенесли это на классическую посадку попробовали вспомнить все необходимые критерии и что-то попробовать он на пару минут поиграть проследить за тем чтобы ничего у нас не уезжала и смотреть где вот эти слабые стороны где вы забыли проследить за важными моментами вот и постепенно постепенно пробовать что-то разбирать но опять же как я говорю в предыдущих видео я несторонний когда люди занимаются только в одном положении потому что спина там кости мышцы все может затекать это не совсем хорошо поэтому самое оптимальное по 10 минут в каждом положении играть обычная посадка классическая и игра стоя как-то так вдохновляйтесь и занимайтесь и